Билтекс.Оптик Началась в 1991 году. Первой продукцией были зрительные трубы в деревянных корпусах, которые собирались в подвале коллективом из 8 человек. Сегодня производственные площадки Билтекса с высокотехнологичным оборудованием занимают площадь 10 тысяч квадратных метров, на которых трудится 650 высококвалифицированных специалистов. Продукция завода, выпускаемая под брендами Pulsar и Yukon, занимает лидирующие позиции среди производителей ночной оптики. Сейчас вы все увидите своими глазами. Мы вам покажем то, что раньше увидеть было невозможно. Мы сами узнали многое. Но в этом фильме главными героями стали сотрудники завода Билтекс. Именно они расскажут и покажут нам главное, как живет и работает предприятие. Как создаются приборы Yukon и Pulsar. Сейчас мы пройдем в цех литьевых машин. Здесь протекает процесс литья под давлением. Процесс довольно-таки простой, как для меня, для специалиста. Здесь у нас находятся литьевые формы. Оператор при помощи кран-балки устанавливает литьевую форму на литьевую машину. Далее он берет технологическую карту и выставляет технологические параметры на компьютере литьевой машины. Ну и дальше пошел сам процесс. Расплавляется пластмасса в литьевой машине до определенной температуры. И под давлением впрыскивается в литьевую форму, где она охлаждается, принимает формы детали и извлекается далее из формы. Процесс идет как в автоматическом режиме, так и в полуавтоматическом режиме. Здесь у нас тоже находится цех литья пластмасс. Процесс точно такой же, как мы видели на предыдущем участке. Литье под давлением. Разница только в расположении оборудования. Если там мы используем литьевые машины горизонтальные, то здесь у нас идет процесс вертикальных литьевых машин. На этом участке больше используется ручного труда. Это связано с конструкцией самой детали. Когда деталь нужно изготовить с какими-то поднутрениями, с резьбой, оператор вручную разбирает литьевую форму, извлекает деталь, собирает ее и отправляет в литьевую машину. Любое производство нуждается в инструменте, не исключение и наша компания. Для выполнения этих задач существует наш ремонтно-инструментальный участок, который изготавливает новые литьевые формы, изготавливает инструмент для обработки оптических деталей, изготавливает специнструмент для сборки оптических приборов, а также нестандартное оборудование. Для этого у нас существует заготовительное отделение, фрезерное отделение, существует группа станков токарных, координатно-расточных, электроэрозионных, термические отделения имеют и спецсарно-отборочный участок. А сейчас мы находимся в цеху металлообработки, где находятся 6 станков токарно-револьверных и 2 станка вертикально-фрезерных. Все оборудование пятикоординатное, на нем производятся детали из алюминиевых сплавов и остальные детали для производства продуктов. Билтекс Оптик, компания ИКОН и Пульсар. Цех основан в 2013 году, он совсем молодой, но уже показывает высокие результаты по качеству, продуктивности. Допустим, здесь производится деталь регулировочное кольцо поводковое на тепловизионную насадку КОР. В дальнейшем после производства и изготовления деталей, детали поступают на гальваническое покрытие. Теперь мы находимся в цеху покраски, жидкой именно покраски. Здесь поступают пластиковые детали из АБСа полиамида, после чего на него наносится полимерное покрытие для придания эстетического вида и защиты от внешних воздействий деталей. После окрашивания детали поступают на контроль, после чего уже поступают на склады годной комплектации для дальнейшей сборки в узлы и готовые изделия. Вашему вниманию представлен участок оптической обработки оптических линз. Вот здесь по точной линии обработки объектива трубе Т-100 мы с вами видим заготовку, которая в дальнейшем шлифуется по обоим сторонам. На шлифовальниках два перехода и в последующем поступает на операцию полирования. Операция полирования длится достаточно продолжительное время, порядка 40-45 минут. Линза очень большая, заготовка сложная, но тем не менее мы достигаем очень хороших результатов в обработке. Линза очень большая, заготовка сложная, но тем не менее мы видим заготовки. Которая является основной частью всей нашей продукции, которая производится на нашем предприятии. По сути процесс создания электроники составляет нанесение паяльной пасты на платы на принтере автоматическом. После нанесения производится контроль качества нанесения паяльной пасты. После того, как получено одобрение, плата продвигается по конвейеру далее в автомат установки компонентов, где производится монтаж согласно программе, которая ранее была подготовлена. После того, как плата была смонтирована, она поступает в данную контрольную точку. Здесь проверяется наличие компонентов на плате, правильность их установки. Если получено одобрение, далее по конвейеру плата продвигается в печь оплавления паяльной пасты, где она по профилю разогревается, плавляется, плавно остывает. Далее плата помещается в данный буфер. Смонтированная плата из буферного накопителя извлекается. Далее она поступает уже на контрольную операцию, где проверяется качество оплавления паяльной пасты. После того, как плата была проверена, она разделяется поштучно данной дисковой пилой. Но металл сам по себе неживой, без души. Душа, то есть ПО, заливается в данное изделие уже на другом участке, куда мы сейчас проследуем. Итак, мы сейчас пройдем на участок поверхностно-монтажа, участок программирования. Здесь программируется печатная плата. Если печатная плата — это мозг прибора, то его душа — это ПО, которое управляет работой этой печатной платы. В данном случае мы можем видеть рабочее место программирования. Видим, установлен узел, который как раз производится, программирование ПО. Номенклатура плат достаточно большая, соответственно, для их программирования используются всевозможные приспособления, такие, как мы видим сейчас, либо, как, например, здесь. Также производится программирование печатных плат, но уже более, скажем, современных, соответственно, более высокотехнологичных, более высокого уровня оборудования используется для этих целей. Здесь производится программирование печатной платы, которая будет работать в составе комплекта Digicide Ultra. Помимо программирования, здесь уже на данном оборудовании акцент на контроль. Проверяются более точные, более качественные параметры, то есть электрические параметры, вплоть до тысячных долей вольта, либо ампера. После того, как плата была запрограммирована и проверена, она является годной и отправляется на сборочный участок, где станет неотъемлемой частью нашего изделия. Мы сейчас находимся на электромонтажном участке. Здесь производятся электронные узлы для дальнейшего выпуска приборов ночного видения. Вот, например, здесь сейчас собирается бинокль ночного видения H. А здесь производится сборка электронного узла приборов Photon RT. На участке собирается большое количество сборочных комплектов для дальнейшего выпуска тепловизионных приборов. Это прибор Helion и тепловизионный прицел Trail. По окончанию сборки электронные узлы предъявляются на контроль. И вот на данной операции сейчас здесь производится контроль приборов ночного видения цифровых. Это Photon RT. Это Photon RT. В данный момент мы находимся на участке сборки NO2, на которой происходит сборка цифровой насадки F-135 и F-155. Сборка у нас идет пооперационная. Можем пройти по столам, посмотреть, где какая операция выполняется. За этим столом происходит сборка фонарика, который в последующем пойдет на насадку. Вот как это все происходит. Детали склеиваются между собой, смазываются, вкладываются уплотнительные манжеты. Здесь за этим столом происходит подготовка прибора к сдаче на первый контроль. То есть здесь осуществляется чистка готового уже прибора для того, чтобы сдать его контролером, который в последующем будет проверять его по всем параметрам. После того, когда мы приборы подготовили к сдаче на контроль, они у нас идут на проверку контролерами УТК. Предварительно, после того, как прибор пришел на проверку, он проходит ударное испытание. В данный момент контролеры проверяют, как работает прибор при ударных испытаниях. То есть как расчисляется видеосвязь. Вот слышите ударные нагрузки, которым подвергается насадка? Вибрация, да. И вот этот звук. На этом участке происходит сборка и сервировка прицелов «Егер». Здесь собираются различные оптические узлы, а также все механические части. Происходит сборка окулярного блока, объективного блока, а также остальных механических частей, таких как механизм выверок и панкратический блок. На участке производится юстировка всего прицела, потом прицел отправляется на ударные испытания. После ударных испытаний прицел возвращается обратно на участок и контролируется на все оптические параметры. Все параметры должны оставаться в первоначальном виде. На этом участке проходит сборка всех оптических узлов, а также механических частей прицела «Фотон-РТ». Здесь происходит сборка объективов, окуляров, оборачивающей системы, а также юстировка всего прицела после сборки. «Фотон-РТ» тоже проходит все ударные испытания. Все параметры прицела после ударных испытаний должны оставаться в первоначальном положении. На данный момент мы находимся на швейном участке. Здесь отшиваются чехлы для всех приборов «Пульсар». Пойдемте посмотрим. На этом мы заканчиваем наш рассказ о «Билтекс Оптик». За два дня мы не успели обойти все производственные участки, но мы получили понимание того, как работает завод. «Билтекс Оптик» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова